Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел Усанов, и я рад вас приветствовать на своем YouTube-канале Усанов ТВ. Совсем скоро, 6 марта, стартует новый онлайн-проект Института Хаека, который называется «История западной цивилизации». Если вы хотите принять в нем участие, то под этим видео в описании вы найдете всю необходимую информацию. Но, предваряя начало этого курса, любезно согласился принять участие в сегодняшней встрече мой коллега и друг Вадим Новиков. Вадим, приветствую! Добрый день! Вадим, ты у нас один из участников нашего проекта. Я тебя знаю довольно давно и как профессионального экономиста, и как человека, который занимается многими другими интересными вещами. Особая у меня к тебе благодарность за то, что ты способствовал переводу и изданию книги Уолтера Блока «Defending the Undefendable» перевели на русский язык как «Овцы в волчьих шкурах». По-моему, это замечательная книжка, особенно карикатуры, которые в этой книжке содержатся. Они многое поясняют, в том числе в современном мире. Но, с твоего позволения, я хотел бы задать тебе три вопроса, как задаю их всем участникам нашего проекта. Первый вопрос такой. Вадим, как ты считаешь, какой вклад внес Запад в современную цивилизацию? Как мне видится, это вклад прежде всего идейный и один из важнейших вкладов в западной цивилизации, в современный мир. Можно сказать, один из таких важных экспортных идеологий, которая, в общем, расширилась далеко за пределы того, что исторически и географически называлось Западом. То есть, идеология, которая распространилась по всему миру. И удачная сторона этого вклада как раз в том, что эта идеология оказалась подходящей, предлагающей что-то значимое для людей, живущих в разных странах, в разных частях земного шара, разделяющих во многом разные ценности. Наверное, это потому, что либерализм как идеология – это способ обеспечить мирное сосуществование людей, в чем-то различающихся своими установками. Вообще говоря, понятно, что далеко не только западная цивилизация высоко ставила этические вопросы, в том числе этические вопросы управления государством. Но чем оказался силен Запад тем, что предложил некоторые технологии. То есть, есть не только этические вопросы, которые мы ставим нашим правителям, но и разного рода институты, которые обеспечивают то, чтобы государство держалось в определенных рамках, задаваемых как раз, в общем, этикой. Спасибо, Вадим, за твой краткий, но содержательный ответ на первый вопрос. В рамках курса, я думаю, будет возможность более подробно это все обсудить. Второй вопрос. Какая тема внутри этого большого курса «История западной цивилизации» тебе кажется наиболее интересной? Ты хотел бы туда углубиться, рассказать нашим участникам об этом, собственно говоря, и получить какую-то реакцию от слушателей. Какая тематика в рамках курса, в рамках «Истории западной цивилизации» тебе представляется интересной? В рамках курса я собираюсь сосредоточиться на теме ограниченного государства. Идея ограниченного государства – это один из важных экспортных товаров Запада. Одна из идей, которая распространилась далеко за пределами Европы или Соединенных Штатов Америки. Идея ограниченного государства – это идея с очень длинной и давней историей. Мне совершенно очевидно, что идея ограниченного государства в некотором его понимании как идея естественного, надзаконного, божественного права существовала уже и в Древней Греции. И дальше мы можем посмотреть, как эта идея эволюционировала на протяжении следующих веков, как эта идея превратилась в то, что мы называем сегодня либерализмом, в том, что мы называем сегодня терпимостью. И, наверное, мы увидим привлекательные стороны этой идеи, которые сделали ее не каким-то местечковым изобретением, которое интересно только лишь европейцам, а чем-то, что интересно людям по всему миру. Спасибо, Вадим. Ну и, наконец, третий вопрос, который я традиционно задаю. Кому бы ты порекомендовал участие в курсе «История западной цивилизации» и кому бы ты порекомендовал прослушать твой доклад про ограниченное государство и почему этим людям должно быть это интересно или может быть это интересно? Я бы сказал, что обсуждение этих вопросов, с моей точки зрения, в той или иной степени будет интересно всем. Сделаю только один существенный, на мой взгляд, акцент. То есть я не думаю, что слушать историю западной цивилизации имеет смысл только лишь тем, кто ощущает себя сторонниками западной цивилизации. Точно так же слушать про либерализм имеет смысл далеко не только тем, кто ощущает себя либералами. То есть так или иначе, западная цивилизация в целом, отдельная идея этой цивилизации, это то, на чем растут люди и в пределах России, в пределах Европы, во многих частях мира. И обсуждение этих идей ценно, даже может быть особенно ценно, тогда, когда ты ощущаешь, что ты в полной мере их не разделяешь. При этом в моей части курса я попробую в какой-то степени преодолеть предполагаемые какие-то расколы и противоречия и показать, что идеи, про которые я говорю, намного более универсальны, чем обычно кажется, что они могут предложить что-то важное людям, которые ощущаются людьми с другими идеологическими симпатиями, географическими симпатиями, может быть, ощущающими себя в первую очередь как патриотов России и всего русского. На идее могут что-то предложить людям с самыми разными мировоззрениями, с самыми разными образами жизни. Еще раз большое спасибо, Вадим, тебе за краткие ответы на мои вопросы. Мы с нетерпением ждем твоего участия в нашем проекте. Это действительно было бы, мне кажется, очень важно, чтобы в нем приняли участие не только те, кто уже интересуется либерализмом и западной цивилизацией, разделяют ее ценности, но и противники. Поэтому, мне кажется, даже в заглаве этого небольшого ролика можно вынести такой тезис. Курс «История западной цивилизации» особенно важен для противников, той самой западной цивилизации, ну или, во всяком случае, для тех, кто к ней в высшей степени скептически относится. Потому что, если уж вы что-то не любите и не принимаете, важно знать детально, что именно вам не нравится. И почему это не нравится, если вы защищаете какие-то другие цивилизации или другие ценности. Вот я от себя могу сказать, что все-таки задача этого курса состоит не в том, чтобы не спровергать западную цивилизацию или, наоборот, ее на 100% считать во всем отношении правильно. Наша задача выяснить, что наиболее ценного было и есть в западной цивилизации и в какие периоды кто и по каким причинам разрушал в том числе права и свободы тех или иных групп людей или отдельных индивидов. Это все очень важно изучать комплексно. Вот Андрей Знаменский, который принимает участие в нашем проекте, сказал, что история – это 50 оттенков серого. И в этом смысле говорить про Запад, что он абсолютное добро или что он абсолютное зло, в общем, может только человек, который хочет заниматься пропагандой, а не исследованием. Наша задача – исследовать, понять, что хорошего и что плохого было в истории западной цивилизации. Еще раз, Вадим, тебе большое спасибо за этот небольшой анонс. Большое спасибо, что ты согласился принять участие. Мы ждем твоего выступления. Те, кто записываются на курс, напоминаю, что 6 марта состоится первое мероприятие в 19.00, и под этим видео в описании вы найдете всю необходимую информацию. Еще раз большое спасибо тебе, Вадим. И до новых встреч. Спасибо. Кстати, я не знаю…